Друзья, очередная печальная или позорная страница в летописи фашистского режима, можно уже теперь впрямую говорить о фашистского режима, установленного в России, это не просто режим какой-то олигархической мафии, но и этот режим проявляет себя как античеловеческий, каким собственно говоря и назывался в свое время фашистские режимы в Испании, в Италии, а затем еще более уродливая форма нацистского режима в Германии. Итак, для начала я прочитаю заявление, очень важное заявление ученых и научных журналистов, то есть я понимаю, ну наверное еще остатки хоть какой-то научной мысли в России объединились и выпустили заявление, вы можете точно так же присоединиться к этому заявлению и оставить свои данные, это не только ученые и журналисты, там в списках есть и просто люди, инженеры, геологи, пенсионеры и так далее. Ну а дальше я расскажу подробности этого ужасного дела, если вы вдруг еще не в курсе, поверьте, подробности эти действительно ужасают. То, что происходит в современной России, трудно себе представить. Итак, мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому делу сети, вынесенным 10 февраля 2020 года в городе Пенза. Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных действий, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет, якобы за создание террористического сообщества. Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах», осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения этих признательных показаний. Однако эти заявления в ходе следствий и суда были фактически проигнорированы. Все, что мы знаем о деле сети, говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно, неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных терактов, которые якобы планировали запланировать осужденные, решение по делу сети и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности. Мы требуем немедленно отменить приговор по делу сети с бессмысленной жестокостью, ломающей судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования. Дальше вы видите эти многочисленные фамилии. Я буду немного останавливаться для того, чтобы вы могли прочитать, кто эти люди. На самом деле это не только журналисты, еще раз говорю, это люди очень разных профессий. На этот раз проняло всех. Как вы видите, и текст заявления очень жесткий и решительный. А сейчас посмотрите, на какие сроки были осуждены эти люди. И просто содрогнитесь от того, что, первое, никто из них, естественно, никакую террористическую организацию не создавал. Многие из них даже не были знакомы. Их вычленяли от того, что, например, кто-то из них могли ходить в одну качалку или жить несколькими кварталами по соседству. А теперь сроки. Вот что написал Лев Шлоузбеков. Все признательные показания были выбиты садистами в форме под длительными пытками с помощью угроз изувечить и убить как самих арестованных, так и родных им людей, в частности, жен. Их угрожали вывести в лес, изнасиловать, зарезать и закопать. На каждый отказ от признания следовал удар электрическим током или просто избиение. Следователь скажет тебе, отрежь и съешь палец. Ты должен отрезать и съесть. Вот такие вещи слышали эти люди. Когда жертвы сообщали адвокатам о пытках, их под пытками заставляли отказываться от этих показаний. Все вырванные у подсудимых показания ничтожны. Но тройка военного суда скопировала обвинительные заключения и огласила ужасный приговор. Основную часть приговора даже не зачитали в зале суда. Тебе осталось полчаса жизни, если признаешься. А может быть полтора, если не признаешься. То есть пытки твои продолжатся, говорили эти моральные уроды своим жертвам. Воспоминания выживших под пытками в ФСБ отличаются от протоколов Нюрбернского процесса только тем, что этих ребят не убили. Пока что не убили. Чем этот кровавый, в самом буквальном слове написанный кровью, вынужденных признаний, приговор отличается от приговоров троек в 30-х годах? Абсолютно ничем. Чем палачи двухтысячных отличаются от палачей 30-х годов? Ничем. Это патологические садисты, пришедшие в силовые структуры для того, чтобы удовлетворять свою тягу к животному насилию. Именно эти нечеловеческие действия от имени государства угрожают от имени государства, пытают от имени государства, убивают от имени государства. И они уверены, что останутся безнаказанными. Многие молодые люди, приговоренные сегодня к длительным строкам, обозначают себя как антифашисты, пытавшие их палачи, называют себя наследниками Дзержинского и Вышинского. Признание царится доказательств, как они считают. И кто в такой ситуации, простите, фашист? Да, по этому поводу хотелось бы еще добавить. Скоро Россия будет праздновать 75-летие своей великой победы. И в это самое время в городе Пензи антифашистам, господа, дают тюремные сроки 18-16-14 лет. Эти сроки дает путинское государство, для которого не являются террористами, например, представители Хамаса и Хезблы. То есть организациями, которые давно в мире приняты как террористические, являются дружественными в отношении российского государства. Ну а теперь, что смог передать из тюрьмы свой рассказ один из осужденных, Дмитрий Пчелинцев. Как я уже сказал, получивший 18 лет. Вот он рассказал своему адвокату, а тот передал в средства массовой информации, какими методами у него выбивали эти самые показания. Я буду считать в сокращенном виде, потому что это очень длинное письмо, для того, чтобы вы поняли суть этого. Но снизу есть ссылка на полный рассказ Пчелинцева. Итак, задержали меня 27 октября 2017 года. И, естественно, вину я не признал. Давать показания отказался. Мне выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Заключили под стражу и отправили в СИЗО номер 1 города Пензе. В СИЗО есть три жилых корпуса. Если называть их условно, старый корпус, новый корпус и так называемый Титаник. Так вот, меня посадили в четвертый, который совершенно пустой. Там нет ни одного человека. Потом я понял, почему это так. Двухэтажный корпус, в котором никто не сидит, никто туда не ходит, он стоит отдельно. Меня завели в камеру 5.1, бросили матрас и сказали, сиди, жди. 28 октября, первый день моего пребывания в СИЗО. Зашли около 6 часов 7 сотрудников ФСБ. Двое из них были в форме мультикам, которую используют сотрудники ФСБ. В том числе я узнал в них людей, которые меня конвоировали сюда. Также были люди в гражданке, которые, собственно, и были оперативниками. Мне сказали, раздевайся. Я первый раз в СИЗО, совершенно не знаю, какие здесь порядки, думал, это какая-то проверка, типа, чистый я или нет. Разделся. Мне сказали, садись на лавочку. Я сел на лавочку и после того, как мне начали приматывать к лавочке ноги скотчем, я понял, что, ну как бы, пиши пропало. Достали из сумки динамо-машинку, поставили ее на стол. Все сотрудники были в балаклавах и медицинских перчатках. Мне замотали руки за спиной, я был в одних трусах. Примотали ноги скотчем к лавочке. Сотрудник, которого зовут Александр, зачистил канцелярским ножом провода и примотал мне их к большим пальцам ног. Ни вопросов мне никто не задавал. Абсолютно ничего, просто сразу начали крутить динамо-машинку. Собственно, ногами, примерно до колен я ощущал ток. Это такое ощущение, как будто бы с тебя сдирают кожу заживо. А когда подача тока прекращается, как будто бы ничего и не было. Вытерпеть это нереально. Меня били током, может быть, пять раз, без вопросов, чтобы для начала подавить мою волю. Потом сказали, если, мол, ты не понял, ты в руках, ФСБ, мы играть не будем, тебе нужно сейчас отвечать на вопросы. Ответы нет, не знаю, не понимаю, это неправильные ответы. Они мне говорят, сеть. Я, что сеть? Они крутят ток. Я минут 15 тупил, мне положили в рот кляп, он абсолютно осушил рот, он был марливый. В очередной раз, когда мне засовывали в рот кляп, естественно, он уже засох, язык просто зацепился. Уздечка порвалась, весь кляп пропитался кровью. Меня спросили, откуда кровь? Не знаю. Ты что, не запомнил, что ответ не знаю? В твоем случае это неправильный ответ. Меня просто за это ударили током. У меня на животе уже был синяк, как будто в меня метеорит попал. И в итоге меня бросили на пол, начали стягивать трусы для того, чтобы подстегнуть гениталием провода. И я сказал, окей, окей, я понял, как там ваш последний вопрос звучал. Они говорят, ты организовал террористическое сообщество «Сеть». Я говорю, ну да, я. Они в ответ, ну все, молодец, садись. Я сел, они достали ноутбук и начали с ноутбука читать какие-то там совершенно несуразные вещи. Прям в камере черный ноутбук был сотрудник Шепелев, который неоднократно его потом приносил. Кроме Шепелева Вячеслава Геннадьевича, Воронков Сергей Васильевич. Честно говоря, я вообще не мог представить, что такое происходит с людьми. Они даже не пытались выяснить, знаю ли я что-то или не знаю. Они знали, что я ничего не знаю. Поэтому вместо того, чтобы задавать вопросы о каких-то реальных обстоятельствах, они задавали вопросы для того, чтобы я сам соображал, что мне надо отвечать. Я им говорил, вы понимаете, что это совершенно не вяжется с нами, а они. А как вяжется? Я соображал в этот момент и начинал говорить, ну вот так реалистичнее звучит, а не в ответ, ну все, молодец, значит будем так работать, будем так писать. Когда меня кинули на пол, мне разбили коленки о пол. Кровь из них текла. Мне сделали замечание за то, что у меня слабые коленки. Когда они уже уходили, мне Шепелев бросил кляп и сказал протереть коленки, чтобы никакой крови не осталось. Я протер, бросил ему обратно, а он говорит, если спросят, кто кричал, скажешь, я пел. Я говорю, окей, скажу, что пел. Он говорит, а если спросят коленки, почему разбитые, я говорю, скажу, молился, ну вот и молодец, ну вот и ладно, все понял, и они ушли. Меня увели обратно в камеру, я растерлил матрас, посидел, подумал и понял, что так не должно быть вообще. Я не боялся, что если я сейчас вскроюсь, то меня не успеют спасти, потому что понимал, что как раз такое, именно такое и происходит. Они в течение всего допроса говорили, что, мол, увезем твою жену в лес, на твоих глазах ей голову отрежем, а потом вас вместе прикопаем. Понятно, что они, может быть, и лукавили отчасти, но в тот момент не приходилось сомневаться в правдивости их слов. Я согласился со всем этим и понял, что жизни дальше они мне не дадут. Вот такое признание парня, который получил еще раз после вот таких пыток 18 лет. Вот что происходит в России. Пожалуй, это хуже, чем 1937 год, потому что, ну, в 1937 году, знаете, были заинтересованы в большой армии рабов. Там, собственно говоря, коллеги не нужны были. В 2000-х годах просто удовлетворяют свои садистские потребности. И никому нет до этого дела. Система, как правильно сказали ученые, прогнила с ног до головы. Она больше не функционирует. Замести могут любого. Дело сделают показательным для того, чтобы в случае чего имели в виду, как и чем вы будете расплачиваться. Поэтому, когда некоторые в комментариях пишут мне, Штарк, а что ты предлагаешь? Ах, да, самое лучшее, это покинуть Россию. Не надоело тебе об этом говорить? Нет, вот лично мне не надоело. И вот ровно таким образом навесят дело, и вы ничего не сможете с этим поделать. Вы будете просто носить передачи и молиться, чтобы ваши близкие остались живы, и ждать, когда же умрет Владимир Путин. При этом нет никакой гарантии, что после Владимира Путина что-то в этой стране изменится. Итак, возвращаясь к началу этого ужасного разговора, этого ужасного ролика, я еще раз напоминаю. Заявление ученых вчера появилось в сети. Пройдите по ссылке, оставьте свой голос, если это возможно. И все, что можно добавить, сопротивление внутри фашистского государства бессмысленно и бесполезно. Помните об этом. Фашистские режимы никогда не были прекращены усилиями внутри государства, то есть народными усилиями. Все фашистские режимы были сметены внешней силой, серьезным поражением государства, например, в войне. Есть возможность, бегите. Если возможности нет, просто пытайтесь сберечь себя и своих близких.